Иди сюда. Вот так. Красавица, невероятная, правда? Трудно представить более красивую рыбу. Сказочная. Опять клюет, еще одна. Из-за того, что мы достаем этих рыб из глубины, мы стараемся поднимать их как можно медленнее. Красота этих рыб просто невероятная. Хочется отпустить их как можно быстрее. Как вы можете видеть, у нас клюет на спиннинге, которыми мы ловим с задней палубы во время джиговой ловли. Катушка просто дымится, и не думайте, что я до нее дотронусь. Попалась. Попалась. Она пошла в другую сторону. Надо быть аккуратным. Не хочу, чтобы рыба пошла под лодку. Адриан хочет, чтобы я медленно вел ее к задней палубе. Это не королевская макрель, это желтохвост, верно? Тоже красивый. Хорошо? Молодец. Да! Фантастика. Я в первый раз поймал такую. Замечательно. Фантастические цвета. Итак, эта красивая рыба, это первый в моей жизни желтохвост. Посмотрите, какие цвета. Понятно, откуда у него такое название. Из-за ярко-желтого хвоста серповидной формы, что делает его очень сильным. Если посмотреть чуть выше хвоста, то увидите плавники вдоль всего хребта. Они делают его жестким и помогают плавать в косяке. Красивые, фантастические цвета. Достойное освобождение. Я действительно рад, потому что рыбалка достаточно насыщенная. И утром у меня было хорошее предчувствие. Я думал, что мы сможем что-то поймать, и поймали. Поймать новый вид, это всегда воодушевляет. Здесь рыбы такие красочные и мощные, что ты не знаешь, что будет дальше. Думаю, никто не сможет сказать. Адриан думал, что клюнула королевская макрель. Оказался, желтохвост. Это хорошая рыба. Я действительно взволнован. И с нетерпением жду, что будет дальше. Это отличное начало. Молодой самец и пожилой маэстро в действии. Знаете рекламу про кролик и батарейку? Я тот кролик. А Уэсли тот, в котором заканчивается заряд. Ты там в порядке, Уэс? Посмотрим в конце дня, кто еще будет в силах. Я и не сомневаюсь. Классно. Попалась. После 30-45 минут без поклевки, думаю, мы заманили одну. Я пытаюсь вытащить леску из мотора, потому что рыба заплыла под лодку. Похоже, у нас большая барракуда или полосатая барракуда. Никогда их не различал. У нас здесь полосатая барракуда. Они скрываются около рифов в ожидании доверчивой добычи. Что мы и сделали. Мы подвесили живца, и она его абсолютно уничтожила огромными зубами. Да, это конец. Но она долго пробыла без воды. Отличный бой. Давайте ее отпустим. Она еще жива, просто ждала победного пинка и уплыла. Точно заглотила наживку. Но заглотила и много лески. Каждый раз, когда я отпускаю леску, она уходит. Этот парень на расстоянии около 20 футов, и теперь держится ближе к лодке. Хорошая работа. Отлично. Что-то из серии дежавю. Копия первой рыбы. Посмотрите на яркие и прекрасные цвета. Здесь что-то цветное, похожее на... Я думаю, это королевский афарей. Я ждал, когда такая клюнет. Эти рыбы, наверное, самые-самые жадные на рифе. Если посмотрите на нее сверху, то увидите, что на голове у нее мышцы. Ну, давайте отпустим ее. Она пробыла какое-то время без воды, и мы не хотим добавлять ей страданий. Посмотрим, как ее вернуть. Так неприятно, когда тебя преследуют такие океанические рыбы, как мелкие виды тунцов. Они внезапно появляются перед лодкой, и вот их уже нет. Особенно сложно при ловле. Ну, тяни. Эту рыбу стоит увидеть, потому что дорадо – прожорливые хищники. Но в стае у них самые красивые цвета в воде. Синий, зеленый, желтый, голубой. Фантастика. Они просто светятся. И у этого свой цвет. Думаю, поблизости есть и другие. Посмотри на этот прекрасный синий. Думаю, это электрический синий. В нем все оттенки, и на плавниках. Красивое зрелище. Когда мы вытаскиваем рыбу и кладем на лодку, она сильно бьет хвостом. Но как только мы закрываем ей глаза, она теряет ориентацию и успокаивается. Мы делаем заготовки. Кладем мокрую одежду на палубу. Держим на готове полотенце, чтобы, поймав рыбу, сразу закрыть ей глаза и успокоить. Будучи на крючке полтора часа, этот парень сражается с нами уже 10 минут. И за эти 10 минут он сделал 5 кругов вокруг лодки. Уэсли поймал совершенно великолепную рыбу. Это одна из самых быстрых рыб в океане. И взглянув на нее, я могу сказать, что это самка. Самец имеет гораздо более выраженный бугор на голове. Это красивая рыба с множеством замечательных цветов. Вы могли заметить, она изменила цвет по сравнению с тем, какой она была в воде. С цвета морской волны и серебра, с синими пятнами, до желто-зеленой окраски. Мы называем эту рыбу дорадо. Некоторые называют ее махи-махи.